Приветствую друзья, с вами канал ProTaxi Как людям, которые могут помочь разобраться в ситуации, поскольку периодически переписываются с Яндексовской техподдержкой Могут выяснить какие-то вопросы, которые не может выяснить человек лично И говорит, что была у него поездка, которая для пассажира стоила 260 рублей С него сняли, значит, 48 рублей комиссии Сама поездка для водителя почему-то была посчитана как 193 рубля И делает вывод, что Яндекс обманывает водителей, беря с пассажиров одну сумму, а водителю перечисляя совсем другую Присылает скриншот, в котором видно, что трек поездки это просто прямая линия Вот прям буквально прямая линия И говорит, что смотрите, цена 193 рубля была посчитана по прямой Вот, вот где кроется обман Хорошо, решили проверить, посмотрели эту поездку поподробнее Оказалось, что да, действительно, поездка, трек поездки это прямая линия И прямая линия это потому, что водитель в определенный момент выключил коммуникации То есть включил режим самолет, прокатился и в определенный момент включил режим самолет Решил, наверное, таким образом, раз это безнальный заказ Зная, что такие хитрости где-то когда-то кто-то применял, решил, что ему сейчас пересчитается там в большую сторону и все Но нет, заказ как был 193 рубля, так 193 рубля и остался Но случилось следующее Поскольку заказ явно выбивается из логики обычного заказа То система просто не списала с пассажира даже эти 193 рубля И в итоге водитель мало того, что остался без денег, так еще и заплатил комиссию с этого заказа Кроме того, информация о том, что для клиента поездка стоила 260 рублей вообще никак не подтверждается Потому что клиенту была выставлена сумма точно такая же, 193 рубля Где водитель взял информацию о том, что поездка стоила 260 рублей, неизвестно Я, разумеется, задал вопрос определенным людям Да, действительно, может отличаться стоимость поездки для пассажира и для водителя Ну, то есть, когда с пассажира берут больше денег, а водителю перечисляют меньше Оказалось, это возможно Это возможно, да, такое действительно бывает, но только на корпоративных заказах И обусловливается это тем, что между Яндекс.Такси и корпоративным клиентом То есть, каким-то там, например, юрлицом Существуют определенные взаимоотношения Например, юрлицо платит Яндексу деньги за поездки с отсрочкой платежа Например, по истечении месяца И, конечно же, это стоит определенных денег Отсрочка всегда стоит денег Либо у этого корпоративного клиента есть собственный менеджер Персональный, который занимается именно этим юрлицом Он, конечно же, должен получать зарплату Естественно, вознаграждение менеджера тоже сюда заложено То есть, да, в случае с корпоративным заказом Может быть, что поездка для корпоративного клиента Стоит дороже, чем сумма, которая перечисляется водителя Но при этом водителя перечисляется по тарифу Ну, то есть, некая какая усредненная сумма Вот, а клиент платит больше за какие-то плюшки в отношении него Например, это может быть страховка от изменения стоимости поездки То есть, корпоративный заказ, он всегда одинаково стоит Вне зависимости от того, короче будет поездка, длиннее будет поездка По времени, может быть, она будет меньше или больше, неважно То есть, как в плюс, так и в минус могут быть изменения От этого клиент застрахован тем, что он заранее платит Несколько больше суммы, чем должно быть по тарифу Но данный заказ не корпоративный И в итоге при попытке обмануть сервис Водила, извиняюсь за выражение, наебал сам себя И ему эти деньги не придут Далее Также в парк обратился человек Который утверждает, что его заблокировали необоснованно В сервисе Яндекс.Такси И просит помочь в разблокировке именно в сервисе Яндекс.Такси Я не буду показывать его персональные данные здесь Я просто скажу, что это Сергей Сергеевич 88-го года рождения Курская область Я думаю, он себя узнает Парк попытался это сделать Не смог Значит, они обратились ко мне Диспетчера, директора и прочие Сказали, слушай, вот такая история Значит Данные у водителя Блокировка по слишком низкому рейтингу водителя То есть у него рейтинг там 4,2 Вот И естественно, получив такой рейтинг Он был отстранен от сервисов От заказов сервиса Яндекс.Такси И причем, как выяснилось неоднократно То есть это не первый раз Разумеется, чтобы помочь человеку Решили предпринять следующее Выяснить, а за что ему был снижен рейтинг Может быть Ну, бывает Человек арендует старый Логан Человек арендует какую-нибудь ржавую Гранту Или у него свой ржавый Логан Или старый там какой-нибудь Старая Калина И клиенты, которые ездят на экономе Ставят ему низкие оценки За то, что у него там грязная машина Плохая машина Какая-нибудь гремит машина и так далее Ну, бывает И водитель тут не виноват Потому что в Яндексе ты хрен-то и заработаешь На ремонт машины Ёлопал В конце концов Ну, может быть, это тот случай Стали выяснять, оказалось Что у человека Несколько По 6 По 7 Единиц За месяц Оценок плохих Из-за того, что он приезжает На безнальный заказ Отмечается на месте Нажимает кнопку в пути И уезжает без пассажира Но с его деньгами Пассажир, естественно, увидит Что с его карточки списываются деньги Он оценивает эту поездку В единицу Обращается в Яндекс И пишет, что так и так Водила уехал без меня С меня списали деньги И, конечно же, Яндекс эти деньги Пассажиру возвращает Дает ему промокод Там, не знаю, извиняется Каким-то образом перед пассажиром Потому что они Естественно ориентированы Я не устану это повторять Именно на клиента На клиента Не на водителя Так вот Водителя, конечно же, за одну Такую историю не блокируют Но когда таких историй набирается Несколько Единицы идут 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 Рейтинг падает Все, водителя блокируют И при попытке Разблокировать То есть объяснить Почему же человека Заблокировали Выясняется, что он Тупо кидал пассажиров За это больше Не разблокируют И ни один парк В этом не поможет Ну только если Не знаю Завести левый аккаунт Все С этим аккаунтом С этими правами Можно забыть про то Что возить сервис В любом парке Вот в абсолютно любом Не разблокируют Мало того Можно было бы Напрячь там какие-то Может быть связи Как некоторые думают Там коррупционные Ну бывает, что Какие-то парки пишут Мы достанем вас Из черного списка И так далее Да нет За человека С такими косяками Вписываться Никто не будет Потому что Он продолжит косячить И потом скажет Слышь, ты просил за человека А Он нас потом кинул По этой теме Ты в следующий раз Тогда Вообще ни за кого не проси Потому что ты приводишь Приходишь и просишь Там За людей За которых не стоило бы просить Мало того Такие люди умудряются Еще ссылаться на меня Обращаясь в парк С просьбой там Помочь В разблокировке Или каких-то вопросах Значит Ссылаются на меня Чуть ли не лично меня знают И просят помочь А потом выясняется Что это Там Не совсем так Вот например Человек пишет Добрый вечер Подскажите Пожалуйста Возможно через вас Подключиться к Яндексу Забанили меня Необоснованно Мой парк говорит Что все это в черном списке Сможете помочь Узнал про вас Ютуба Про такси И да Мы можем помочь Вот реально Парк Космос Может Помочь Но разумеется Так же решили разобраться А кто этот человек Что с ним Он сейчас Он сейчас себя Узнает Наверное Тоже не буду Разглашать Персональные данные Это Олег Николаевич 1980 года Рождения Краснодарский край И он смотрит Канал Он так и пишет Посмотрел ролики Егора Убедиться Что и парк Вроде хоть чуть-чуть Побороться должен Ну и сам Яндекс Шаблонно может отвечать Как парку Так и водителю Олег Николаевич Если ты смотришь Сейчас этот ролик Объясняю Разблокировать тебя Нельзя Нельзя То есть Можно было бы Реально Это можно было бы Сделать Если бы Вот я знал Тебя лично Если бы Парк Знал тебя лично И мы как-то Могли за тебя Оручаться То есть Ну я не знаю С детства Друг друга знали Но в данном случае Ситуация почти Такая же Как с предыдущим Человеком Есть несколько Заказов По которым Ты приехал И уехал С чужими Безнальными Деньгами Вот То есть Поездка Состоялась Без пассажира И есть еще Вещи За которые Тебя заблокировали Я не могу Говорить Это на широкую Аудиторию Я выяснил К сожалению Разблокировка В данном случае Невозможно Технически Потому что Ты заблокирован За дело Вот И плюс Никто Хлопотать Не будет То есть Можно было бы Если бы не было Косяков О которых Я не могу Сказать Нет Разблокировка Невозможно Продолжая Вернее уже Завершая Тему По поводу Того Как Люди Ссылаются На меня И обращаются В парк Есть еще Человек А вот Его я Пожалуй Назову Полностью Значит Потому что Это правонарушение И Прям Буквально Я На свет Божий Достаю Правонарушение Это Купраж Виктор Петрович Который Остался Должен Парку Там 1793 Рубля Как Было Дело Виктор Петрович Вот Если ты Меня Смотришь Тоже Я Прямо Откровенно Говорю Ты Мудак Потому что Можешь Вот В комментарии Мне обосновать Почему ты Не мудак Я Обосную Ты Обратился В парк Космос Посмотрев Ролик На ютубе Купил В кредит Смену На неделю За Три С хреном Тыщи И потом Три дня Повыполнял По паре Заказов В день И вообще Слился С тобой Пытались Переписываться И говорили Те Здравствуйте Вы так и не вышли На смену Да Не могу Пока выйти Вас же Предупреждали Что не нужно Покупать Выставили нас На деньги Мы пошли Вам на встречу Я вас Не кидаю На эти деньги Я отработаю Не смог Вчера Сегодня выехать Отработаю Не переживайте Не сомневайтесь Я не из таких Правда В итоге Нет работы Другой день Третий В итоге Загулял Ну как же Ты не из таких Если ты именно Из таких Ты Купил Смену В кредит И свалил И судя По записям В других Таксопарках Ты Кое-где Да Снова Остался Должен Видать Так же Купил Смену В кредит Поработал Без комиссии И свалил Не отработав Эти деньги Это Неправильно Это Свинство И ссылаться Там Что ты пришел С канала Про такси И проворачивать Такие дела Сильно не стоит Мало того Из-за таких Вот случаев Нормальные люди Которые могли бы Покупать Смену В кредит В итоге Лишены Этой возможности Да Парк Космос Продает Смену В кредит Когда у тебя На балансе Ноль Но только Теперь Если ты Отработал В этом парке Какое-то время И К тебе Есть определенное Доверие Ты там Не косячил Никогда Да Можно Купить Смену В кредит Я вообще Не представляю Где еще Такие Есть условия Когда можно Купить Смену В кредит Когда Процент Всего 2,3 И еще Может быть Уменьшен При определенной Лояльности К парку Когда там Парк За тебя Борется В том числе В определенных Случаях Там Долго 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 Решает Переписывается Решает Твой вопрос С Яндексом И блин И прийти И кинуть Ну Ну это Свинство Вот Если мы Будем друг друга Кидать То конечно Мы в итоге Не можем Друг другу Доверять И я уж Извиняюсь Если ты Собираешься Кинуть Парк Не надо На меня Ссылаться Вот Не надо На меня Ссылаться Так же Если ты Пытаешься Кинуть Пассажиров Я не Против Если человек Хитрый И может Каким-то Образом Поиметь Деньги Сервиса Это Проблема Сервиса Он Потом Сам Должен Будет Решить Где У него Дыра В безопасности И эту Дыру Закрыть И что Он успешно И делает Время От Времени Но Кидать Парк Других Водил И пассажиров Это Западло Если ты При этом Ссылаешься На меня Но это Вдвойне Западло Вот На этом У меня Все Не дайте Обмануть До встречи Продолжение следует...